Я еще раз приветствую, дорогие друзья. Вы знаете, я очень рад, что мы сегодня говорим о Библии. Находясь на этой конференции, слушая братьев, видя их вдохновение, желание передать это слово, и вот, знаете, оглядываясь немножко на прошлую жизнь, с небольшого своего уже жизненного опыта, я так благодарю Бога, что в свое время я полюбил эту книгу. Я увидел ее ценность, не только историческую ценность, не только пророчества сбывшиеся, которые еще сбудутся, не только с позиции событий последнее время, книги Откровения, друзья, я увидел ее жизненную, практическую сторону повседневной нашей жизни. Мне нравится слово Божие, потому что оно приходит в нашу реальную повседневную жизнь сегодня и сейчас. Знаете, молодежь, Библия – это не просто письмена, покрытые пылью веков, не просто история давно минувших дней, но Слово Божие, в котором заключена жизнь самого Бога, сила и могущество великого Бога, о Которого мы сегодня провозглашаем, Которого любим, Которого ожидаем. Вы знаете, когда мы говорим о Библии, сама Библия часто говорит образно о самой себе, правда? И мне очень нравятся вот эти образы. Помните, пророк Иеремия в 23 главе 29 стиха говорит такие слова Господь, «Слово мое, не подобно ли огню?» Помните, «И слово мое, не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Как сильно сказано, не правда ли? В другом месте Писания говорится о том, что Слово Божие, оно сравнивается с светильником, который освещает путь. Мы уже сегодня цитировали текст Писания. Слово Божие сравнивается с хлебом жизни или с зеркалом, которое открывает наше истинное внутреннее сердце. Друзья, и как это важно знать, кто мы есть на самом деле, правда? Нам никто не скажет истину о нашем сердце, как только это Слово Божие. Я хочу поблагодарить наших братьев, гостей, которые сегодня трудились и через вот это Слово открывали драгоценную истину. Я благодарен за эти семинары, которые сейчас были, за то, что они смогли от всего сердца передать то, что было их желанием. Вы знаете, друзья, я хотел бы внести свою маленькую лепту в это время, сегодня, и поделиться еще одним текстом Писания, еще одним образом, о котором говорит Библия. Мне очень дорог этот образ, этот текст Писания. Итак, перед нами послание апостола Павла к евреям, 4 глава, 12 и 13 стих. У кого есть Библии, давайте откроем, и братья нам откроют также этот текст. 12 стих и 13, 4 главы, послание к евреям. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Друзья, в этом тексте, в этом стихе я хочу отметить сегодня пять основных пунктов, пять очень важных моментов. Вы знаете, когда мы говорим о мече, обоюдоостром, мы понимаем, что речь идет об оружии, правда? И оружие очень опасно. И если бы сюда вошел человек большим мечом, злиным и тем более обоюдоострым, то ли с обоих сторон, режущей, обладающей режущей частью, мы бы на него немножко смотрели, осторожно нужно быть, правда? И вообще, брат, обращайся, что ты делаешь с этим оружием? Друзья, поднимите, пожалуйста, кто привез с собой меч обоюдоострый, поднимите, пожалуйста, его. В любом формате, не стесняйтесь. Друзья, я хочу предупредить, будьте осторожны. Это меч, это оружие, и мы сегодня будем говорить, как правильно обращаться с ним. Итак, перед нами пять истин. Прежде всего мы прочитали, что Слово Божие, оно живо и действенно. Понимаете этот текст? Жизнь, живое Слово. Вы знаете, я принес с собой вот такую книгу. Книга называется «Вопросы философии и психологии». Она издана в 1895 году, сейчас 18-й год, ей 123 года. Знаете, давным-давно, когда мое сердце и мой разум искал истины, искал Бога, я пытался в различных книгах или интересовался философией и психологией, я приобрел эту книгу в Санкт-Петербурге, давно-давно в букинистическом магазине за большие деньги. Я читал ее, пытался найти здесь ответы для себя. И вы знаете, вся книга, когда мы говорим о книге, написанном слове, мы говорим о ее авторе, правда? Мы говорим прежде всего об авторе. Вот люди, которые любят читать книги, художественную литературу, они спрашивают просто, дай мне какую-то книгу. Они спрашивают, а кто автор этой книги? И если автор известен, классик, или какой-то, знаете, известный, люди покупают эту книгу. Я хочу сказать, друзья мои, я вот даже держу, эта книга, она рассыпается. Авторы, которые написали ее, они мертвы. И идеи, которые изложены в этой книге, вопросы философии и психологии, они абсолютно мертвы. Они безжизнены. Друзья мои, если я возьму этот учебник, эту книгу, и пойду завтра к больному человеку или человеку умирающему, и буду читать тезис, и буду читать статьи из этой книги, друзья мои, она абсолютно ничего не поможет. Поэтому я просто ее храню, как в память, знаете, о каком-то времени. Ее вся цена заключается, что есть просто древняя рукопись. Я ее отставляю в сторону. Я хочу сегодня обратиться к другой книге, друзья. Слово Божие, прежде всего, друзья, оно живое. Что это означает практически, друзья? Одна из самых увлекательных, замечательных глав Библии, знаете какая? Это первая глава бытия. И когда мы обращаемся к 24 стиху, там идет описание пятого дня. Я бы хотел, чтобы мы сегодня прочитали. Братья, вы свидетели нам 24 стих первой главы. Мы сейчас посмотрим. Интереснейшая, знаете, вещь происходит. Мы читаем, знаете, в послании к евреям, в этом послании, в котором мы читали, основной текст, только второй стих. Там написано 11 глава, второй стих евреям. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так, что из невидимого произошло видимое». Понимаете, да? Апостол Павел говорит о творении, о том, что веки, все творение, видимый мир произошло каким образом? Не эволюция, не от большого взрыва, но произошло от Слова Божия. Так что из невидимого произошло видимого. Как это происходило? Буквально коротко вашего внимания. 24 стих первой главы. Смотрите. «И сказал Бог, да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов и зверей, земных породу их, и стало так». Смотрите. «И сказал Бог, да произведет земля душу, живую породу ее, скотов, то есть животный мир, гадов, все, что ползает, зверей, зверей земных породу их, и стало так». Друзья, если бы мы оказались, находились там, там, где Бог совершал свое творение, это уже был четвертый день, это был пятый день, простите, мы бы стали свидетелем потрясающего события, друзья. Бог сказал Слово, и вдруг начали появляться эти зверюшки, все эти насекомые, все, что движет, все, что, все, что, знаете, абсолютно Бог, Божье творение. Мы бы стояли, были потрясены, Господи, не нужно было никакой техники, никаких не было лабораторий, не было абсолютно ничего. От Слова стало происходить, от невидимого стало происходить видимое. Друзья, и я верю, что мы, когда придем на небо, друзья мои, я думаю, мы попросим, Господи, Ты можешь произвести на большом экране, как это происходило, все эти дни творения. Я думаю, что Господь говорит, садитесь, мы сейчас увидите, как это все было, и мы увидим с вами реальность действия живого Слова, когда из невидимого Бог производил видимый мир. Друзья, эта книга, это Слово, оно живое. И кто-то сказал, из древних реформаторов, сказал так, что Бог и Его Слово неразделимы. Сила, которая сокрыта в Боге, открыта нам в Его Слове. Сила, которая сокрыта в живом Боге, Творце, друзья мои, она сокрыта сегодня в Слове, оно живое. Оно не только жизнь дает физическому, оно дает духовное. Для меня больше всего потрясает, друзья, даже не само творение, хоть оно захватывает, оно действительно прекрасно, удивительно, творение Божие. Но больше всего меня поражает, знаете, что, когда Бог дает духовный мир, когда абсолютно человеку мертвому, духовному, который ничем не интересуется, он не знает Бога, ему не интересна Библия, он ничего не хочет знать о вечности, о небе и о спасении своей души, вдруг нечто происходит в его сердце, в его разуме, в его мышлении, в его жизни. И я знаю таких людей, и вы знаете, помните, был слеп, а теперь и вижу. Когда переход от состояния мертвости, переходит в состояние жизни, в нем появляется свет в глазах, блеск, желание жить, желание трудиться, желание Бога прославлять. И знаете, каким образом это происходит, Бог дает жизнь? Читаем текст Писания Евангелия Таиана, 5 глава, 24 стих, Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово Мое, и затем, обратите внимание, и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Возникает вопрос, как эта жизнь пришла, и жизнь не простая, не физическая, не биологическая жизнь, жизнь вечная. Обратите внимание, слушающий слово Мое. Вот почему так важно проповедовать Евангелие. Вот почему так важно читать это слово. Оно обладает жизнью самого Бога. И человек, который слышит это слово, слушающий, и потом он принимает его сердцем, он верует, а верует ко спасению, правда? В нем приходит жизнь, и порой эта жизнь, она не всегда, может быть, знаете, проявляется внезапно. С нами находится брат Вадим Геттиман, и я вспоминаю, как он рассказывал, когда он посещал когда-то церковь, церковь, слушал Слово Божие. Мы дискусировали, говорили о возрождении, о моменте покаяния, он говорил, в моей жизни было с одной стороны целая гора, было книг различных, научных, а с другой была книга Библия, но я помню, как жизнь пришла в мое сердце, и я начал верить, тогда, правда, я начал верить, друзья мои, и верующий, он имеет, имеет жизнь вечную, друзья мои, и так Слово Божие живо, понимаем, да? Я бы так хотел, друзья мои, что мы сегодня вот эти пять пунктов, пять истин, могли принять свое сердце, и чтобы эта книга Божия, Библия, друзья, стала для нас драгоценностью, практической книгой, цель будет достигнута, если мы уедем сегодня с этой конференции, друзья, и эта книга, и страницы ее оживут. Слово Божие, оно поддерживает нашу жизнь, оно не только дает рождение новое через Слово Божие, друзья мои, когда у вас есть неверующие друзья, родственники, может, кого-то родители даже, друзья мои, не пытайтесь переубеждать научными фактами, доводами, еще какими-то аргументами, просто позаботьтесь, чтобы они имели в своей жизни Писание. Это меч, и меч непростой, меч обоюдоострый. Мне так нравится образ нашего Господа Иисуса Христа, когда мы читаем первую главу книги Откровения, там, кажется, в 14 стихе, помните, когда Иоанн увидел Господа, прославленного Иисуса Христа, воскресшего, когда Он явился, и Он увидел Его образ, написано так, и в 14 стихе, думаю, там записано, что из уст Иисуса Христа выходил что? Меч обоюдоострый. Друзья мои, обратите внимание, меч обоюдоострый из уст Иисуса Христа. Это сегодня наш Господь, друзья, когда мы проповедуем Его, когда проповедуем Его Слово, проповедуем Иисуса Христа в истине, в силе, в духе, друзья мои, оно имеет колоссальное влияние на судьбу, на жизнь наших близких и родных. Слово Божие возрождает, Слово Божие поддерживает нашу жизнь. Христос сказал, помните, когда в искушении был в пустыне, тогда, когда Его уста были, уже пересохли от воды, ибо хотелось хотя бы сделать глоток, когда Его тело было в сорокадневном посте находился, изнеможденный, и когда дьявол предлагал такой легкий путь, чтобы камни и сии сделать с хлебами, скажи только Слово, помните, Он сказал, не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Друзья мои, Слово Божие дает жить, Слово Божие поддерживает, друзья мои, Слово Божие утешает, Слово Божие ободряет, так легко, друзья, приходить к людям умирающим, так легко приходить к людям больным, так легко приходить в душе попечений, беседовать, друзья, ничего другого нету, берешь Слово, открываешь, написано, давай вместе почитаем, давай помолимся вместе, и знаете, Давид, как никогда, пережил, испытал, вот эту благодатную силу живого Слова, и он говорит такие слова в 118-м Псалме, 49-50 стих, 118-й Псалом, вспомни Слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать, обратите внимание, Давид говорит, на которое Ты повелел, не просто предложил, но повелел мне уповать, и Давид ухватился за эту истину, Давид это принял и понял, что одно, то, что он проходит путь испытания, гонения, когда он убегал от Саула, когда жизнь его была в опасности, когда он был подвержен страданиям, переживаниям, он знал, что единственное, что его может спасти, это Слово Божие, и он говорит, это утешение в бедстве моем, что Слово Твое оживляет меня. Дорогая молодежь, дорогие друзья, кто сегодня не проходит из вас даже путь каких-то переживаний, даже в вашей жизни, жизни молодых людей, сегодня молодые люди тоже переживают и депрессию, разочарование, опустошение, мысли о суицидной мысли приходят, не правда ли? Что может сегодня реально изменить, когда вы сами по себе остаетесь один на один в вашей комнате? Друзья мои, Слово Твое, на которое ты повелел не уповать, это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Возьмите это Слово, примите его в сердце, и вы увидите реальность его действия, Слово Божие живое. Аминь, аминь, друзья мои. Второе, Библия говорит, Слово Божие живо и действие, то есть, имеет действие, производит какое-то реальное действие в жизни нашей. Хочу, чтобы мы прочитали текст Писания пророка Исаия, 55 глава, давайте мы посмотрим. 10-11 стих, очень известный текст Писания, братья, откройте нам, Исаия 55, 10-11, где говорит, так, Господь, как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семья тому, кто сеет, и хлеб к тому, кто ест. Понимаем, да, аллегория, иллюстрацию, практичное, то, что делают люди в повседневной жизни. Следующие слова, 11-й стих, так и Слово Мое, так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, то есть напрасным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я послал его. Итак, стоит перед нами вопрос, как Слово Божие действует практически в нашей жизни? Так и Слово Мое не возвращается ко мне напрасным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. У меня вопрос к вам, друзья. Как вы думаете, это было только в прошлом, в Ветхом Завете, Бог посылал Слово, и оно исполнялось? Или сегодня Господь тоже посылает Слово? Я верю, что оно, Господь, посылает Слово в конкретной ситуации, в конкретного человека, для конкретного случая, и даже сегодня это Слово имеет действие в вашем сердце, и в Моем тоже. Вы знаете, когда мы говорим о Слове в нашем русском переводе, мы просто говорим, как называем Слово. Но в оригинале, в греческом языке, это же Слово имеет два значения и два определенных смысла. Логос и Рэмо. Слышали? Логос – это написанное, логос – это записанная, открытая воля Божия в этой книге для всех людей. Мы говорим, в начале было Слово, то есть логос, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога, и Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины, да? Логос, написанное Слово, стало плотью. В Иисусе Христе воплотилось абсолютно Слово. Но, друзья мои, когда мы говорим о Рэмо, слово Рэмо в большей степени означает сказанное Слово, сказанное, произнесенное Слово, обращенное в конкретное время конкретному человеку. Ну, давайте посмотрим такое, знаете, несколько библейских примеров. Часто мы читаем в Писании такое выражение. «И было Слово Господне к Аврааму». Читаем, да? «И было Слово Господне к Соломону, к Давиду, к Осии, Иеремии, другим пророкам». Это Слово, которое вышло от уст Божьих конкретному человеку с целью что-то сказать, открыть, вразумить, предупредить, обличить или утешить, как говорит Давид. Мне очень нравится книга пророка Иеремии. Я ее сейчас читаю. И когда я читал еще первую страницу, я обратил внимание на вот следующие слова. Обратите внимание. Первая глава. Оно тоже начинается со слов. И было четвертого стиха первой главы пророка Иеремия. «И было ко мне Слово Господне, и Бог начинает диалог с этим молодым пророком. «Прежде, нежели образовал тебя в очреве, я познал тебя. Прежде, нежели ты вышел из утробы, я светил тебя, пророком для народов поставил тебя. И я сказал, «О Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне, «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому я пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. Знаете, Иеремия, он был робок. Он понимал, что, говорит, я молод, и он не хотел идти на труд, на служение, отказывался. Смотрите, что делает Бог. «Рэмо», сказанное слово, девятый стих. «И простер Господь руку свою, и коснулась уст моих, и сказал мне, Господь, вот я вложил слово мое в уста Твои. Вот я вложил слово мое в уста Твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Друзья мои, какое могущественное слово, какая власть. Но что интересно, я вложил слово, слово, сказанное самим Господом. Это очень важно, друзья. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Здесь нету какого-то противоречия. Это не разное Библию, поймите правильно, это не разное слово. «Логос», написанное, да, и «Аминь», и «Рэмо», это одно и то же самое слово, но слово, которое сказанное, ну, на примере, скажем так, часто мы читаем Библию, правда? И текст Писания, который сегодня Владимир проповедовал, второе послание Тимофея, третья глава, шестнадцатый стих, «Ибо слово, все Писание Бога вдухновенно и полезно». И брат просто предложил, раскрыл суть этого слова, и я уверен, что кто-то слышал и сказал, «Это слово меня коснулось, правда?» И мы говорим, «Это слово мы слышали, читали и знаем, но это слово коснулось меня сегодня. Оно произвело во мне что? Действие. оно полезно для научения, для наставления, для исправления, для обличения, чтобы нас приготовить к доброму делу, друзья мои. Вот я об этом говорю, вот это слово «Рема». Рема исходит, оно из логоса, превращая ее в живой голос Духа Божия, друзья. Оно может прийти к нам внезапно через слово проповеди, через течение Священного Писания, друзья мои, для того, чтобы нас оживить по слову, пробудить нас, обличить, друзья мои, чтобы произвести Слово Божие, оно производит вот это нас в перемену. Слово Божие живо и действенно, друзья. Это очень важно. Рема – это голос Духа Святого, живущего в истинном христианине. Поэтому оно не только живое, но оно еще действенно, друзья. Это очень важно. Вот почему знать Писание. Друзья, вот почему так важно заучивать стихи Священного Писания. Я сколько раз убеждался, готовля проповедь, готовя проповедь ту или иную, и читаешь, готовишь, и вдруг приходит к тебе слово. Друзья, это не мистика. Здесь ничего нету таинственного, здесь работает Дух Святой, слово, которое написано, но которое, возможно, забыл, и Бог взял Дух Святой с моего сознания, с памяти, напомнил. А вот это текст. Было ли у вас такой вы проповедуете или свидетельствует человеку, человеку неверующему познакомились? О чем вы рассказываете ему? И вы говорите, ты знаешь, в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих, написано так, и вы цитируете золотой стих, либо другой какой-то стих. Друзья мои, вот что означает действенное слово. И мы встречаем в Писании очень много текстов, очень много событий, когда это слово оживает, оно приводит действие свое. Мне очень нравится книга, также, пророка Даниила, там в 4 главе описывается одно очень важное событие, где Слово Божие особенно произвело действие. Помните, могущественный, величественный, надменный, высокомерный царь, на ухода на ссор, который так посмотрел на все дела, которые делал, говорит, не моя рука ли это сотворила. Помните, да? И мы читаем следующий 28 стих, 4 главе Даниила, братья, откройте нам. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос, тебе говорят царь, на ухода носор, царство отошло от тебя. Братья и сестры, вот что значит, друзья мои, действенное слово. Интересно, мы читаем 30 стих, 4 главы, обратите внимание, тотчас, и исполнилось это слово над набухода носором, и отлучен он был от людей, и вы знаете дальнейшие, да, события, что произошло с ними. Пока он не смирился, пока он не привезнес Бога, читаем этот текст, видим, что произошло с ним, да? Что произошло? Действенное слово Господь сказал, и оно исполнилось. Итак, друзья, мы уже две истины, да, мы рассуждаем Слово Божие живо и Слово Божие действенно. Друзья, краткий вывод. Нам нужно знать это слово, нам нужно полюбить его. И как Писание говорит, Слово Христово довселяется в вас, как обильно, со всякой премудростью. Одному человеку сказали, человек настолько наполнен Словом Божиим, что даже его порезать, каждая капелька его крови, она будет истекать Словом Божиим. Образное выражение, понимаем, да, настолько он был пропитан. И мне, знаете, нравятся эти люди, я вспоминаю в моей юности, когда жили еще в Украине, у меня был друг такой, Александр, брат, и он всегда не расставался с Библией, у него большая была Библия, и он всегда был с нею, где бы мы ни были, в собрании, в троллейбусе, и все, что я помню, Александр, он все только говорил о Писании. Стоим на остановке, едем в троллейбусе, переполненным много людей, а говорит, Григорий, а ты помнишь вот этот текст Писания? Открывает большую Библию, люди вокруг стоят, заглядывают, и начинается беседа. Друзья мои, называли его «Ходячая Библия», друзья мои. Друзья, этот семинар, который сегодня были, эта конференция посвящена одной единственной цели, друзья, что вы полюбили Писание. И вот этот меч духовный стал в вашем жизни действительно орудием, которым вы смогли бы пользоваться. Третья истина, друзья, Библия – это меч обоюдоострый. Это очень сильное выражение, друзья. Когда Бог писал Библию, когда Бог подбирает какие-то образы, сравнения, поняты ли нас, людей, то, что мы говорили, огонь, молот, разбивающий скалу, либо зеркало, это очень сильные образы, поверьте. И здесь одно из самых мощных, когда мы говорим о человеке, видим с мечом, обоюдоострый, понимаем, что это серьезно. Он может поразить, он может защищаться, он может прочинить серьезные раны. Друзья мои, первое, что бы я хотел обратить внимание в связи с этим. Оно действует как на слушающего, так и на проповедующего. Друзья мои, кто проповедует Слово? Слово Божие действует не только на слушающего, но в первую очередь на проповедующего. Проповедник первым воспринимает на себя удар этого Слова. Оно касается его сердца, оно задевает что-то глубоко в его душе и заставляет говорить. Друзья, это должно быть принципом нашим. Не проповедуйте Слово, которое вас не касается. Проповедуйте то, что вы знаете, когда я готовлю это Слово, оно тоже меня касалось. Я садился и вновь и вновь, день за днем, стих за стихом, читал, молился, обращался, говорит, Господи, я не хочу быть лицемером. Я хочу, это Слово пронизало меня так глубоко, настолько это возможно, чтобы передать вот эти полчаса или сорок минут, сколько у меня есть времени, эту истину вам, друзья мои. Поэтому Слово Божие, оно касается проповедующего и тогда оно будет касаться слушающего. Второе, друзья мои, есть очень отличное отличие, которое отличает меч от других пяти элементов боевого снаряжения. Давайте вспомним послание Фессиным, известная, 6 глава, с 11 по 18 стих, где Павел говорит, итак, облекитесь оружием Божьем. Помните, да, эту картину? И там приводится пять вот этих элементов. Первый элемент, меч, это первый элемент, который не относится полностью к орудию защиты. Понимаете? Меч, это элемент, который не относится полностью к орудию защиты. Без меча духовного мы не могли бы отражать дьявола. Возложил на себя все остальные элементы боевого снаряжения, друзья, которые у нас там и шлем, и щит. Мы, вероятно, могли бы защитить себя от лукавого, конечно, друзья, но как поразить его? Ну, простите, вы же, Господь позаботился, не станем только одним щитом отбиваться и поражать. Ну, неудобно, правда? Господь позаботился, чтобы воин был, Христов воин был снаряжен, не только мог защититься, но мог поразить противника, и поэтому дал он в руки его меч обоюдоострый. Единственная вещь, которую мы находим в перечне всеоружения Павла и которой можно поразить дьявола, это меч духовный, Слово Божие. Давайте посмотрим еще одну иллюстрацию библейскую. Мне нравятся библейские иллюстрации, где практически мы видим, как можно использовать меч духовный. Давайте мы вспомним искушение Иисуса Христа в пустыне. Матвея, какая глава, подскажите мне? Четвертая глава, спасибо, брат. С 11, с 1 по 11 стих, четвертая глава, помните, беден был духом в пустыне до искушения дьявола. Вы знаете, интересная вещь. Первое, первое, на что я обращаю внимание, на то, что ни Иисус, ни его противник, сатана, не ставили под сомнение авторитет Писания. Сатана абсолютно не ставил под сомнение авторитет Писания, друзья мои. Вы знаете, Христос всегда цитировал книги Второзакония. Иисус всегда в трех местах цитировал книги Второзакония. Я где-то недавно читал, что именно книга Второзакония, как никакая другая книга, подвержена критикам и нападкам либеральных богословов. Не знаю, друзья, почему, но я думаю, что сатана даже казался умнее их. Он не подвергал сомнению никакому. Он знал, что это Слово Божие. Во второе, заметьте, что основной основой всех искушений, которые сатана использовал для Иисуса Христа, была его попытка вести в сомнение Христа. Все, что он использовал, когда мы смотрим вот эти стихи, знаете, что он использовал? Одно слово «если». Дьявол использовал одно слово «если». Понимаем, да? Когда мы что-то говорим, ему говорим, ну, если все будет хорошо. Говорим, ну, ты приешь, брат, собрание, ну, если будет хорошо. Мы понимаем, что здесь какое-то сомнение, правда? И вот дьявол, когда мы смотрим во всех трех моментах искушения, он говорит, использует это слово «если». Он пытался вести Христа в сомнение. Друзья, а у вас бывают сомнения? Положа руку на сердце, бывают сомнения? В вопросе духовной жизни. Я понимаю, что, проходя путь христианской жизни, становления, тоже приходят вопросы. А правда ли это, что братья проповедуют? Вообще правда, есть ли это загробная жизнь? А есть ли вообще спасение? А вообще есть победа? Есть ли вообще нормальная христианская жизнь? Я уже так вот нахристианизировался, я настолько уже во всей этой христианском мире обманулся. И, честно говоря, вот некоторые люди говорят, я даже не знаю, мне кажется, все люди играют вокруг. Вот правда ли это? Вот дьявол, друзья, он имеет вот эту способность, вот эта стрела, которую он посылает, а если? Вы знаете, третье очень важное истинное, что Иисус Христос, он никогда не менял свой метод борьбы. Борьбы против коварного врага он использовал абсолютно, постоянно, один и тот же метод. И метод этот был очень простой. Знаете, что он говорил, Христос, друзья? Давайте вместе скажем, что это было за слово. Громче. Написано. Правда? Просто. Проследите дома, друзья, проследите дома вот этого 1 по 11 стиха 4 главы. Христос всегда говорил, написано, очень важно является то, что дьявол не может противостоять этому. Вы знаете, что он еще пытался делать в этой ситуации со Христом? Он тоже знал Писание, он цитировал с 90-го Псалма. Дьявол цитировал с 90-го Псалма и он цитировал следующие слова. Ибо ангелам своим заповедует о тебе, на руках понесу тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Но казалось бы, все правильно, но только там было пропущенное очень важное Слово Божие. Он пропустил, знаете, что охранять на всех путях твоих. Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять на всех путях твоих. А потом, да понесут, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Друзья, это очень важно. Это очень важно в нашей христианской жизни, когда мы цитируем, когда мы хотим познать истину, друзья. И есть такое выражение общеизвестное, чтобы не изолировать текст священного Писания от контекста всей книги Библии, правда, или, как мы говорим, не выдергивать из контекста какие-то слова, а нужно цитировать. Друзья мои, когда вы свидетельствуете тому или иному человеку, проповедуйте, друзья, я практикую, знаете, возьми, прочитай сам это слово. Дайте ему, чтобы он сам прочитал этот текст священного Писания. Это очень важно отметить, что Иисус не отвечал дьяволу теологией. Он не ступал с ним какую-то дискуссию. Он не говорил, какую синагогу посещает или кого он любит из современных раввинов того времени слушать, друзья. Он не сказал ему абсолютно ничего. Все, что Христос говорил, он говорил кратко. Написано, написано и написано. И после третьего удара этим обоюдоострым мечом Сатана отошел от него. Друзья мои, а к вам искушение приходит? Ко мне приходит? И в мыслях, в словах, через ветхого человека, через многие вещи, друзья. И дьявол, написано, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Апостол Петр говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, то есть покоритесь, примите это слово, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Но убегать он будет только при одном единственном, друзья, случае, только в том, когда возьмете этот меч духовный и скажете, написано. Друзья, когда приходят к вам искушения и реальные искушения, добрый, простой совет, друзья, не просто промолчите, не просто где-то что-то, вы возьмите, откройте Слово Божие и прочитайте его вслух. Друзья мои, вот оно, сказанное вслух, Рэмо, Слово Божие, сказанное, произнесенное вслух, и здесь нету никакого мистики, есть определенный божественный порядок и закон Божий, и он не сможет устоять, потому что это слово меч духовный, дорогая молодежь, дорогие дети наши, меч духовный, это не Библия на книжной полке и не на столике возле кровати. Дьявол не пугается этой Библии. Друзья мои, дьявол не пугается просто этой книги, если положу возле себя, некоторые люди возят в машине своей, некоторые, может быть, где-то еще что-то там какое-то повесят здесь, Библию хоть даже повесить, или еще, друзья, он не пугается этого слова самой книги, и часто, согласитесь, эта книга намолчит, оно логос, написанное, но вот это ремо не звучит сказанное, оживленное, живое слово, друзья мои. Мой добрый совет, начните читать Писание, стих за стихом, день за днем, молите, чтобы Господь дал вам это желание, открывал это слово, чтобы оно было для вас живым, действенным, мечом обоюдо острым, и это важно. В оригинале, когда мы читаем послание Ефеси, нам меч духовный, который есть Слово Божие, написано так, меч Духа, то есть, меч Святого Духа, это говорит о сотрудничестве между верующим христианином и Святым Духом, друзья мои. В оригинале написано, это меч Духа, Дух Святой хочет сотрудничать с нами, тогда, когда мы открываем это слово, проповедуем сейчас, я верю, это слово, оно касается, почему? Потому что оно живое, это огромная, колоссальная сила заключена, оно проникает в наше сердце и обоюдоострый меч режет с двух краев. Друзья мои, мы сегодня говорим о мече, и нам так хочется, чтобы этот меч просто нас гладил, так хорошо это слово Божие так утешает нас и так нам не нравится, когда слово иногда проникает, и мы будем сейчас говорить о его силе проникновения. Друзья мои, что же режет обоюдоострый меч? Оно разрезает гордых и возвышает смиренных, заключает под закон и спасает через благодать, вскрывает грех, друзья мои, слово Божие, оно вскрывает грех. Помните, как Давид, казалось бы, ну все обошлось, все тактически сделал, грех-то есть, соперник умерщлен, слуги молчат, но вот где-то появился этот пророк, который пришел и вот как-то так сердечно, так просто, так как-то по-отцовски рассказал эту притчу об этой овце, овечке, и Давид настолько воспринял это, говорит, смерти достойна этот человек, помните, о чем я говорю, когда пророк Нафан обличал его, и он сравнивал о богатого и бедного, у которого была единственная овечка, и он говорит, смерти достоин тот человек, который взял эту овечку, и пророк говорит ему, ты этот человек, друзья мои, вот оно, меч обоюдоострый, который проник туда, в сердце Давида, друзья мои, а не проникает ли Слово Божие в ваше сердце, в мое проникает, я так благодарю Бога, друзья мои, за то, что оно еще проникает, я каюсь, прошу прощения, говорю, Господи, пусть режет, пусть скрывает, пусть очищает, потому что в этом жизнь скрывает грех и покрывает благодатью через кровь святую, меч предупреждает Адам и говорит, что ад это серьезно, кто-то сегодня с братьев свидетельствовал, что человек пришел, говорит, ты в ад попадешь, и это его насторожило, это привело его в чувства, но Писание, меч говорит о том, что есть небо, и как сегодня прекрасный гимн пели, друзья, на полдороги в небо, друзья, и так бывает наша жизнь, ее в дорогу в небо, хороший гимн, но есть слова на полдороги к небу, кто-то опоздал, кто-то отстал, кто-то не дошел, друзья, не будьте таковыми, идите по направлению в небо и дойдите туда, Слово Божие, меч обострый, который осуждает и спасает, разрушает и созидает, обличает и утешает, убивает и воскрешает, друзья мои, вот такая сила этого слова. Четвертое, Библия, это проникающее слово, мы прочитали Слово Божие, живо и действенное, острее меча, обоюдоострого, да, который проникает до разделения души и духа. Можно вашего немножко внимания? Сейчас будет немножко трудная пища, я попробую ее проще, но пояснить для нашего понимания, потому что это Слово Божие, но оно важно. Мы прочитали очень сложный текст, проникает до разделения души и духа. Часто говорят, как можно это разделить, дух и душа, настолько они вместе соединены, кто может вообще разделить, и путаницы даже, и богословы, когда я просматривал много-много материала, часто говорят, да трудно как-то, только Слово Божие. Можно вашего немножко внимания, друзья, что имеется в виду, когда мы говорим об этом, речь идет о человеке, которого Бог сотворил тройственным, то есть у человека есть дух, душа и тело, его составные части человеческого естества. Дух это высшая сущность человека, дух стремится к познанию и общению с Богом, понимаем, да, душа наша это центр самопознания, если дух это центр Бога, познания, ищет Бога, Бог открывается нам в духе, мы возрождаемся дух наш, да, и мы понимаем Господа только с помощью нашего духа, пусть не всегда мы осознаем, то душа это центр самопознания и миропознания, ну и тело это просто, это наш футляр, это средство к миропознанию через пять основных чувств, которые Господь нам дал. Итак, в духе возрожденном пребывает Господь, в душе наше собственное я, личность наша, да, и в теле все чувственное. Друзья мои, и троичность была обусловлена необходимостью человеку жить в этом мире, с одной стороны он должен был общаться с духовным миром, с Богом, с другой стороны он должен общаться был с видимым материальным миром, правда, ему необходимо было контактировать, и душа выполняет роль, знаете кого, губернатора, она посредник между духовным и физическим, друзья мои, и правильное состояние, правильное состояние, пророк Исаия говорит так, 26 глава 9 стих, это гармония, обратите внимание, он говорит так, душою моею я стремился к тебе ночью, душою моей, что сопреставлено душа, это наш разум, это наша совесть, это наши чувства, это наша воля, согласны? И он говорит, душою я стремился к тебе ночью, а потом что, и духа моим, я буду искать тебя во внутренности моей, с раннего утра, друзья, я тоже до конца не понимаю глубины этого текста, я понимаю, говорит, речь идет о той гармонии, правильном состоянии человека, когда его душа подчинена духу, так как и должно быть, но не всегда так происходит, правда, потому что мы живем в греховном мире, у нас есть естество греховное, которое противится духовному, и как в послании Галатам написано, что плоть всегда желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, друзья мои, и вот в этой борьбе и происходит наша жизнь, победы, падения, существования, друзья, и вот наша душа, она как тот губернатор, либо она подчиняется, и тогда знаете, что происходит, как помните, величие душа моя Господа и возрадовалась за духом Боге моем, друзья, тогда у нас все хорошо, когда наши чувства наши подчинены духовному духу нашему, который соединен с Господом, друзья, но не всегда так бывает, бывает, что где-то через наши глаза, через наши мысли, через наш где-то обольщенный разум, нашего ветхого человека, мы скользим, и тогда, как Давид говорит, что унываешь, душа моя, потому что дьявол где-то поразил, где-то мы проиграли, где-то мы поскользнулись, где-то мы упали, друзья, и наш дух, да, он находится к Богу, тянется, но наша душа вопиет к Богу, и Библия говорит, лукаво, сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено, кто узнает его? Друзья, это действительно так, лукавое сердце, вот почему происходит все это, друзья мои, каким образом происходит Слово Божие до разделения, оно хочет разделить наши чувства человеческие от Божьего, вечного, как это практически происходит, простой библейский пример, помните, Иисус Христос говорит ученикам своим, что через три дня, в третий день, предадут меня на распятие, потом я воскрес, он объясняет план спасения, о страдании своем, и Петр, который любит Господа, который ревностный, который не хочет, подходит и говорит, Господи, да не будет с тобой этого, у меня вопрос, друзья, что говорило Петра, что это прогодило его, душевно, чувственное, правда, человеческое просто, да не будет с тобой этого, Господи, и что Господь отвечает, Петр, сядь, успокойся, я должен тебе что-то объяснить, нет, Христос употребляет ремо, слово, которое вышло из уст его, меч обойду острый, он говорит, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но какое, человеческое, друзья мои, вот оно, происходит разделение, ты думаешь не о Божьем, а о человеческом, друзья, вот для чего нам необходимо слово Божие, чтобы разделяло и у нас с вами, человеческое, от Божьего, а и вот порой так много человеческого, друзья, мы порой и проповедь воспринимаем на уровне чувств наших, и пение наше, прекрасная мелодия, такая, а какие слова, да не помню, но мелодия такая, прямо плакать-то хотелось, что-то за три березы пели там, ну плакать как-то хотелось, и пример такой брат приводил, вот за маму, которая умирала, платочком помахала, вот, и все, и все плачут, сидят, друзья мои, как много человеческого в нашей жизни бывает, и вот Слово Божие, оно хочет, проникает туда, чтобы разделить, помните, богатый юноша, который пришел к Иисусу Христу и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, хорошее желание, прекрасное желание, и он полюбил его, говорит, исполняй заповеди, Господи, от юности я все это исполнил, Иисус полюбил его, говорит, но теперь остается тебе немного, продай твое имение, исследуй за Мною, и будешь иметь сокровище, где? На небесах, и что юноша, с радостью согласился? Нет, и отошел от него с печалью, почему? Потому что душа его, а там, где сокровище ваше, там будет что? И сердце ваше, а сердце человеческое, лукавое, и крайне испорчено, друзья мои, и отошел с печалью, потому что любил это серебро и богатство. Друзья, вот почему сегодня нам нужно Слово Божие. Трудный текст, понимаю, улавливайте, о чем идет речь, друзья мои. Меч, который проникает туда, внутрь, и делает нас, очищает, что мы могли всегда туда, огорнем, к небесному, Божию, что настоящее, что золото, то, что не сгорит, то, что не пропадет. Пусть Господь благословит, не бойтесь Слово Божие, принимайте его в свое сердце, пусть оно судит, пусть оно идет вовнутрь туда, друзья мои, зато вы по-настоящему вкусите вкус христианской жизни, вы настоящее испытаете, что такое христианство, вы по-настоящему испытаете, что такое отношение со Христом, вы будете наслаждаться этим общением, друзья мои, вы будете иметь силу, друзья, и ваша душа навсегда будет находиться под господством вашего Духа Возрожденного, и вместе будете говорить, величие душа моя, Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем. Пятое, друзья мои, Библия, это судящее слово. Слово судит сокровенные мысли человека, мы прочитали, судит помышления и намерения, какие сердечные. Друзья, если бы сейчас была такая возможность, на экране передали наши мысли, о чем мы думаем. Хотели бы? Хотите? Чтобы все ваши мысли, о чем вы думаете, кто думает, скорее бы закончилось, чтобы костер начался, кто-то думает, когда же ужин будет, кто-то думает, может быть, когда же брат закончит. По-разному думаем, кто-то думает о завтрашнем дне, кто-то увидел сегодня красивую девушку, еще что-то. Мы по-разному можем думать, правда, у нас мысли происходят и хорошие, и плохие, по-разному, друзья. Есть очень много хорошего, друзья мои, и вот только Слово Божие может судить по-настоящему. Настоящий истинный критик – это Слово Божие. Помышления и намерения сердечные. И вы знаете, Христос говорил о сердце, говорит, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это скверняет человека. То есть суди дает правильную оценку нашим сокровенным мышлям, нашим мотивам. Вы знаете, мы люди, действительно, как написано, лукавое сердце человека. Книга, притчи, 23 глава, 6-7 стих, говорит так. «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми явствами его». Почему? Потому что, каковы мысли в душе его, таков он и сам. «Ешь и пей», говорит он тебе, «а сердце его не с тобою». Друзья, наше мышление настолько важно. Мышление определяет наш образ жизни, наши поступки, друзья, потому что здесь рождается абсолютно все, согласны? В мысли, похоть, зачавший грех, потом рождает смерть. Через наши глаза, окна души приходит информация. Мы думаем, и посмотрела Ева на плод. Она не подумала, она посмотрела, он вожделенный, приятный, и она захотела его. Друзья мои, вот так вот проработает в нашей жизни мышление. И для того, чтобы наши мысли находились в контроле, чтобы наши мысли были чисты, друзья мои, кто нам в этом поможет? Психолог? Нет. Он будет утешать и оправдывать вас, говорить обстоятельства, друзья, семья, еще что-то. Друзья, есть только одно средство, которое может привести наши мышления, наши мысли в правильное русло. Слово Божие, каким образом? Оно судит помышления и намерения сердечные. И пусть Господь в этом благословит. Вы знаете, Евангелие Иоанна, 18 глава, помните, 8 глава Евангелия Иоанна, привели женщину взятую при Бодиании. И там есть такой текст, они в 5 стихе говорят, думают, как бы уловить его? Говорит, Моисей в законе заповедал нам побивать, побивать таких камнями. Что ты скажешь? Говорили это, не ревнуя о Моисеем в законе, не заботясь об этой женщине, как же, как бы ее спасили, как-то правильно эту ситуацию всю поставить. Говорили это, искушая его, чтобы найти что-нибудь и обвинить его. Друзья мои, вот какая цель была этих людей. Помните, как Христос использовал Слово? И он, наклонившись низко, что-то писал. А потом обратился и говорит, кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень. И знаете, интересный стих здесь звучит, 9 стих, 8 главы Ивангелия Теана. «Они же, услышав то и будучи обличаемые совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Несколько слов. Кто из вас без греха? Бросай. Бог знал их мысли. Бог знал сердечное мирение, лукавство, видел эту несчастную женщину. Он использовал этот меч обоюдоострый. Это слово проникло в их сознание, осудило помышления и намерения сердечные. И они стали уходить. Библия это судящее слово. И последнее мы прочитали, друзья, «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». Вы знаете, интересная здесь иллюстрация, где апостол Павел применяет к жертвенному животному. Помните, когда жертвенное животное, священник, прежде чем его принести в жертву, снимали шкуру, обнажено пред очами его. И когда снималась шкура, друзья, это неприглядная картина, правда, кровь. Но для чего нужно было? Чтобы там дальше проникнуть, открывалось, рассекалось животное, чтобы взять оттуда, на жертвенное положить, внутри. Там было указание, что нужно было взять, друзья, вот эта иллюстрация, все открыто, обнажено пред очами его, не тварь из сокровенной от него. Ему дадим отчет. Друзья, вот этот образ употребляет апостол Павел. Друзья, мы находимся сейчас. Я верю, что Слово Божие в течение всего этого дня сегодня касается нашего сердца. Может, проникло где-то в уровень нашего души и духа и привело в это разделение, где-то судит наши помышления, мысли нашей. Где-то оно врачует, утешает и успокаивает, друзья мои. Я верю, что Слово Божие говорит, я Господь проникаю в сердце и испытываю внутренности, друзья мои. И может быть в нашем собрании, в нашем доме молитвы есть та душа, которую Слово Божие сегодня пронзило. И оно сердце пронзенное, и вы знаете, человек, которому пронзенное им сердце, ему необходима помощь. Его нельзя просто так оставить. Слово Божие бы это разворушило, говорит, внутри все, растеребило внутренность мою. Что мне делать, друзья мои? Нужно прийти к Господу, прийти просто, прийти в молитве и попросить, чтобы Господь дал утешение, чтобы Господь изменил, чтобы Господь направил. Друзья, итак, Библия – это живое Слово, Библия – это действенное Слово, Библия – это острое Слово, Библия – это проницающее Слово, Библия – это судящее Слово, и Библия – это спасающее Слово. Но, дорогая молодежь, друзья мои, я буду заканчивать свое слово. Но вы знаете, как служитель, как пастор-душепопечитель, я бы не хотел, чтобы наша конференция сегодня прошла, и кто-то остался с израненным, невылеченным до конца сердцем. Поэтому я хочу просто попросить у братьев, понимая, что может быть немножко времени, мы возьмем только несколько минут. Я хочу, чтобы мы просто спели один гимн стоя, очень старый гимн, который поют на служениях, таков, как есть, без дел, без слов, услышав радостную весть, принявший к Тебе, Господь, иду, иду. И, друзья, хочу обратиться сейчас, очень важно, когда мы стоя, попрошу встать. Только к той душе, чьё сердце сегодня Господь побеспокоил, чьё сердце Господь тревожит сегодня, чьё сердце сегодня Господь вот зовет к себе. Я не хочу, знаете, влиять эмоционально, абсолютно нет. Мы споем этот гимн, я закончу молитвой. Но если у нас есть та душа, которую хотела бы сегодня сказать именно Господу и прийти и сказать, Господь, я хочу Тебе отдать свою жизнь и своё сердце, во время этого пения вы можете прийти сюда, и мы с вами помолимся.